Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы встретились с Владимиром Потаповым. Это выходец из Ульяновска, известный режиссер, продюсер, актер и сценарист. Здравствуйте, Владимир Алексеевич! Здравствуйте! Я знаю, что вы изначально учились в Ульяновском государственном техническом университете, а потом стали продюсером, сценаристом. Как так получилось, как карьера творческая вас увлекла? Дело в том, что в институте я всегда занимался самодеятельностью. Я был руководителем КВН, сценаристом, актером, играл на гитаре, участвовал в различных конкурсах, и мне это очень сильно нравилось. И потом, после института, когда я уже поработал на УЗДС и в ГСКБ, я продолжал тем же самым заниматься, и поэтому я понял, что, в принципе, наверное, вряд ли я буду инженером, и поехал в Москву учиться кинематографии. У вас сразу все получилось или были какие-то критические сложности? Ну, тут как? Как, наверное, в любой карьере, в любом пути, есть определенные трудности, и мне приходилось 8 лет учиться кино уже на площадке, то есть я был и ассистентом, и администратором, и вторым режиссером. И потом, вот, как, знаете, есть в одном анекдоте, повезло. Вы создали целых 16 киноработ, из них 11 полнометражных художественных фильмов и 5 документальных. Скажите, какая работа самая любимая? Ну, они все любимые, потому что они все отдаются с определенным трудом. Это большая серьезная работа, и поэтому я люблю их все. Вот, какая бы она ни была большая или маленькая, комедия или боевик, или драма, мне за все не стыдно, и мне кажется, что и зрителям они интересны все. А где режиссер проявляется ярче всего в документальном кино или в игровом? Режиссер, конечно, больше проявляется в игровом кино, но режиссер игрового кино, а есть же режиссеры документального кино. Но я бы не стал говорить, что что-то легче, что-то сложнее, потому что и то, и другое имеет свою специфику, это совершенно другие жанры, и поэтому интересно и там, и там, наверное, работать и снимать. Но мне лично нравится, конечно, больше игровое кино. Владимир Алексеевич, за фильм «Крик тишины» вы получили очень много наград. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Ну, этот фильм называется «Крик тишины», и я снял его 4 года назад. Это военная драма о блокадном Ленинграде. И, наверное, то, что это очень серьезная тема, это и привлекло зрителей, и они смотрят это в интернете с удовольствием. И где-то 98, наверное, приблизительно отзывов положительные. Ну, кто-то по знанию или по незнанию включается в какую-то беседу, какое-то обсуждение, но я, как правило, не встреваю в эти вещи. А в основном, конечно, людям, слава богу, что еще есть люди, которые ценят историю, ценят то время и считают, что Великая Отечественная война – это святая тема, которую нужно снимать без лжи, без какого-то изменения этой истории и отношения к тому, что было. Вы сказали, что у этого кино очень много хороших отзывов, 98%. А как считаете, что значит для вас хороший фильм? Это коммерческий успех или оценки экспертов? Ну, мне лично нравится, естественно, мнение зрителя, потому что эксперты – это, как правило, зависимые люди, и кто им заплатит, о том они, как говорится, и говорят. Их мнение очень субъективно, а зритель всегда говорит то, что думает. Ну, получается, что здесь все сошлось, и оценки экспертов, жюри, и мнение зрителей совпало. Ну, знаете, когда зрителю нравятся фильмы, то эксперты вынуждены это тоже признавать. То есть тут нет каких-то, скажем так, разночтений, не получается. Сегодня на Западе решили отменить русскую культуру. На Украине так и вообще стали разрушать памятники, ну, в частности, памятники Пушкину сносят. Как вы относитесь к этому, и насколько эта политика отражается на работе режиссеров сегодня? Ну, режиссеры при всей своей, скажем так, профессиональной циничности, люди очень ранимы, и поэтому как можно к этому относиться, как ни отрицательно. Конечно же, я вот раньше, отвечая на предыдущий вопрос, сказал вам, что мне лично очень не нравится, когда историю переписывают. И сейчас эта попытка повторяется, сейчас пытаются изменить и оправдать свои действия совершенно какими-то своими ужасными ответами, своими какими-то даже, ну, той же самой войной развязанной. Да, национализм поднял голову, и это, конечно, ужасно. И дай бог, чтобы это все поскорее закончилось. А можно ли отменить русскую культуру? Как нас отменишь? Мы великой нацией, сильный, самый сильный, наверное, народ. И духом, и всем остальным. Недавно Дмитрий Медведев в своих соцсетях призвал скачивать западный контент, чтобы они обанкротились, в кавычках. А как вы считаете, это правильно распространять пиратское кино, скачивать его, или это неэтично? Я немножечко продюсер, поэтому понимаю всю сложность этого вопроса. Я иногда смотрю фильмы, которые в онлайне лежат бесплатно, и не плачу за них с удовольствием, потому что мне кажется, что фильмы, попадающие в интернет, они уже являются достоянием народа, людей, и должны, конечно, смотреться бесплатно. А то, что Дмитрий Анатольевич сказал, ну, это, наверное, было просто немножечко на публику, потому что есть авторские права, которые нарушать, конечно же, нельзя. И прокатчики не будут идти на это, и не будут показывать без лицензии фильмы. Это я точно знаю. А как начинающему режиссеру попасть на большой экран? Что для этого делать? Ну, это знаете, вот как... Если скрипач хорошо играет на скрипке, то он обязательно попадет куда-нибудь на какой-нибудь... Олимп, скажем так, если он профессионал, вот, а если он не умеет играть, естественно, его никто не будет слушать. Поэтому вот я так вот метафорически ответил вам на ваш вопрос. Все зависит от качества. Знаете, как говорят, делай добро и бросай его в воду. То есть, если ты делаешь свое дело правильно, профессионально, то, конечно же, со временем у тебя будет какое-то продвижение и в карьере, и во всем. То есть, получается, что в любом деле, чтобы добиться успеха, надо сначала найти свой талант, а потом приложить много усилий, много работать, да? Да, естественно, потому что без этого невозможно двигаться вперед. У нас в Ульяновской области сейчас активно развивается региональное телевидение. Ну, в частности, у нас на Управда ТВ есть свой большой проект, Цибирская кругосветка. Как на общем фоне выглядит региональное телевидение Ульяновское? Как его оцениваете? Каждый идет своей дорогой. Сейчас как-то все пути открыты, поэтому и телевидение развивается, и техника улучшается. Поэтому я думаю, что у всех есть какая-то перспектива. Главное, делать все с душой, как мне кажется, качественно. Поднимать вопросы, касающиеся не только вот каких-то жилищных, и других проблем, там где-то там асфальт вскрылся или еще что-то, а идти к зрителю, к молодому, который не думает пока, к сожалению, об этом, но ему надо идти на встречу и снимать про него, про них, чтобы им тоже было интересно это смотреть. Совсем скоро в Ульяновске состоится ежегодный фестиваль теле- и кинопрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой. Вы снимаете семейное кино, и как считаете, у семейного кино в России есть будущее? Вообще нужно снимать такие фильмы? Ну, знаете, мне кажется, мои фильмы все семейные. Там совершенно поднимается вопрос нравственности, правды, любви, чести, порядочности. А это все, как я считаю, семейные ценности. Поэтому я участвовал два раза в фестивале вашем с удовольствием. И думаю, что если еще что-то сниму, то это тоже будет семейное кино. И если пригласят, то с удовольствием приеду. Сегодня в России очень много говорится о развитии патриотизма и гражданственности. Как вы считаете, вообще кино должно выполнять функцию воспитания патриотизма? Ну, сегодняшнее кино разное. Оно и воспитывает, и не воспитывает. Есть фильмы, которые воспитывают совершенно безнравственные качества в людях. Есть, которые, слава Богу, воспитывают еще семейные и духовные ценности. Поэтому кино должно быть разным. Но не должно врать, не должно обманывать, не должно воспитывать в человеке низменные чувства. Поэтому я лично никогда не снимаю фильмы, в которых есть какая-то нота безнравственности. И не буду снимать, я просто отказываюсь от таких проектов. Хотя сейчас такие проекты, особенно на платформах, появляются, где и курят, и матерятся. Но это другое кино, к которому я никак не отношусь. И не имею никакого желания их снимать. Ну, можете посоветовать какой-то хороший фильм для подростков? Да все пусть смотрят, да, конечно. Именно ваши все? Да. Смотрите фильмы Владимира Потапова. Вот именно. Чтобы подростки с правильными ценностями. Ну, и здесь в Ульяновске я несколько лет назад, около шести лет назад, снял фильм «Эмергены», который поднимает очень серьезные вопросы о жестокости детей. И этот фильм с успехом мной показывается в различных учебных заведениях, показывается в институтах, в колледжах. Его с большим интересом смотрит подрастающее поколение. И если бы у этой картины были другие финансовые возможности, то его бы, наверное, увидело еще больше зрителей. Второй год продолжает специальная военная операция. Ну, на мой субъективный взгляд, наши российские кинорежиссеры не снимают игровое кино на эту тему. Ну, и документальных маловато. С чем это связано? Может быть, есть какое-то негласное табу или пока еще нечего сказать об этом? Ну, на самом деле не режиссеры снимают кино, а продюсеры. И темы задаются людьми, которые, скажем так, отняли часть функции режиссерских у режиссеров и сами решают, какое кино снимать. Режиссер же просто выполняет то или иное задание, скажем так, или то иное предложение, которое к нему поступает. А что касается СВО, то, как мне кажется, что сейчас еще рано подводить итоги и рано, наверное, говорить что-то об этом, потому что это очень больная тема, и просто так снимать кино было бы безнравственно. Расскажите о последней работе, которую вы сняли. В последнюю работу я снял сериал «Собачий спецназ» в Питере. Мы снимали это экшен, это такой детектив, в котором спецназовцы борются со злом. А если что касается художественных картин, то 4 года назад я снял фильм «Крик тишины» про блокадный Ленинград, про детей, выживших в этих условиях, про девочку, которая спасла мальчика. Но я спойлерить не хочу, если зритель захочет, то сам посмотрит. На самом деле его посмотрели уже много миллионов людей, и есть очень много отзывов, и мне кажется, что картина удалась. В свое время для того, чтобы стать известным и успешным кинорежиссером, вы уехали из Ульяновска. Это обязательное условие для начинающих режиссеров? Дело в том, что если есть океан, то ты быстрее научишься плавать, а если есть маленькая речушка, то тоже можно научиться, в принципе. Но может быть не так хорошо, не так быстро. Поэтому в Москве есть больше возможности заниматься кинематографией, потому что там есть институты, там есть различные училища актерские, и там есть и база. Потому что я сравниваю кино с таким, скажем так, оркестром, в котором должны быть и скрипачи, и виланчелисты, и барабанщики, и все остальные, и на тромбоне должны быть, потому что каждый из них должен очень профессионально играть. Тогда эта музыка, эта симфония будет звучать профессионально. А если кто-то что-то вдруг не умеет, то он может испортить всю музыку. Поэтому всему надо учиться. И если есть специалисты в Ульяновске, то значит будет и в Ульяновске хорошее кино. Если их нет, значит нужно ехать в Москву учиться этому делу. Это непростое дело. Учатся же люди хирургии или учатся люди играть на скрипке. Правильно? А сейчас, к сожалению, такое время, знаете, вот если ты тут купил свирель, то у тебя есть свирель, а если ты купил фотоаппарат, то ты фотограф. Это неправильный подход. Нужно всем учиться. И фотографии тоже. Это великое искусство, большое, и которому нельзя просто научиться, купив этот фотоаппарат. Как некоторые подходят к этому. У вас очень талантливая семья. Растет внук Даниил Муравьев-Изотов. Он снялся в большом количестве фильмов. Расскажите об этом подробнее. Ну, Даня действительно снимается очень давно. Он первый раз снялся как раз в Эмергенах. Потом у него пошла как бы общероссийская карьера, потому что он снимался и в «Елках» в два раза, в различных. И «Робо», и «Землетрясение». У него больше 30 работ, и он входит в пятерку лучших актеров России на сегодняшний день. Ему 14 лет, и он продолжает сниматься в кино с удовольствием. Очень талантливый мальчик, и дай бог, чтобы у него и дальше все получалось. Мама является его режиссером, агентом, продюсером, и постоянно с ним на площадке. То есть в дальнейшем он планирует связать свою жизнь, карьеру с кино, да? Он достаточно талантливый, и я думаю, может быть, он станет продюсером или сценаристом, или дальше будет продолжать актерскую карьеру. Пока не ясно. Я сам только в 33 года приехал в Москву. Ну, в завершение поделитесь своими планами на будущее. Может быть, какие-то сценарии? Ну да, есть многие сценарии. Вот, например, сейчас мы подали в фонд президентских грантов на поддержку документального кино о Данииле Московском, который на самом деле основал Москву, а не Юрий Долгорукий. Есть и такая версия существует. Но выиграем мы, не выиграем, это пока неизвестно. Есть еще игровые моменты, сценарии и игровые фильмы, которые мои продюсеры тоже подали на господдержку. Ну, вот будем ждать и надеяться, что эти темы, которые мои продюсеры подали, и которые я с удовольствием согласился и соглашусь снимать, выиграют, и мы получим государственное финансирование. Ну, что бы вы посоветовали начинающим режиссерам, которые решили развиваться в кино, поняли, что это их дело и хотят стать известными на этом поприще? Ну, учиться. Учиться. Конечно, учиться. Учиться, при том, у людей, которые тоже чего-то умеют. Потому что учиться у тех, кто сами ничего не умеет, это в пустоту. Поэтому нужно, если есть возможность или желание развиваться в этой профессии, то нужно ею научиться овладеть. Нужно съездить туда, где есть киноиндустрия, поработать там и вернуться в Ульяновск и поднимать кино уже ульяновское. Потому что, как я сказал выше, нельзя просто так быть режиссером или просто так быть сценаристом. Это серьезная профессия, которая требует обучения. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.